Девушки отдыхают Девушки отдыхают И за две минуты сложим из нее походную шапку Вот такую Теперь я готов ответить на любой вопрос По моей любимой науке Географии Сдавать вопросы следует по адресу Москва, улица Марксистская Дом 34, корпус 7 Или на сайте телеканала Радость моя Что у нас сегодня? Валя Круглов из Никольска спрашивает Уважаемый Андрей Иванович Вы не подскажете мне, что такое Сталактиты и сталагмиты? Почему они образуются? Уважаемый Валентин Я не только подскажу, но и с удовольствием Сделаю это Сталактитами называют отложения в пещерах Свисающие с потолка Разнообразные сосульки, соломинки, гребенки И так далее Сталагмиты точно такие же отложения Но растущие со дна пещеры Кстати, самый высокий сталагмит Был найден в Кубинской пещере Лас-Виллиас И достигал 63 метров Иногда сталактиты и сталагмиты Срастаются между собой И получаются сталагнаты А теперь переходим к захватывающему дух вопросу Почему образуются сталактиты и сталагмиты? Нам нужна пещера Что будет у нас пещерой? Вот эта замечательная рамка, я думаю, подойдет Представьте, мои любознательные друзья В один прекрасный день К пещере пробилась капля воды Несущая с собой растворенный известняк Вот капля задумчиво повисла на потолке Вокруг нее образовалась тончайшая известняковая пленочка Повисев на потолке пещеры, капля падает на пол Но пленка-то, пленка-то осталась на потолке Следующая капля воды добавит в ней свою пленочку Третья капля свою И так капля за каплей, капля за каплей, пленка за пленкой И растет сталактит Очень медленно растет Для того, чтобы вырос сталактит приличных размеров Нужно довольно много времени Десятки, сотни лет Точно так же, но только на дне пещеры Образуются сталагмиты Капли воды падают вниз И внизу оставляют известняк Который принесли с собой Между прочим, ученые бьются над вопросом Почему в одних пещерах сталактиты и сталагмиты образуются А в других нет Более сорока лет назад Была выдвинута гипотеза Во всем виноват микроскопический грибок Дескать, с его помощью и образуются эти нерукотворные скульптуры Но за сорок лет никто не смог подтвердить это смелое предположение Вот так-то, Валентин Теперь переходим к следующему вопросу Что там у нас? Очень интересно Тихон Слепнев из Северодвинска спрашивает Дорогой профессор, я прочитал в одной книжке Что северо-восток острова Новая Гвинея Называют берегом Маклая Хотелось бы узнать, почему Уважаемый Тихон Я с удовольствием расскажу об этом Буквально через минуту А сейчас мы посмотрим Где же находится экзотический остров Вот она, Новая Гвинея Между прочим, второй по величине остров земли Первое место принадлежит Гренландии Итак, 5 градусов 19 минут южной широты И 141 градус 36 минут восточной долготы Вот туда-то мы сейчас и направимся На Новую Гвинею позапрошлого века Что нам может понадобиться? Чем мы можем порадовать местных жителей? Думаю, подойдет вот эта замечательная лупа Полезная вещь С ее помощью аборигены смогут разводить огонь Ну, поехали Мы с вами находимся на берегу Новой Гвинеи К берегу причалил корвет Витязь Кстати, корветом называли трехмачтовый военный корабль С прямыми парусами На верхней палубе располагались от 18 до 30 пушек Но я отвлекся Итак, Витязь подошел к Новой Гвинеи С его борта высадился совсем молодой человек 24 лет от роду И смело отправился в папуасскую деревню Папуасы, между прочим, слыли людоедами Весь экипаж, затаив дыхание Провожал глазами отважного юношу Которого звали Николай Николаевич Миклуха Маклай В густых кустах возле деревни Он заметил дикаря, просто окоченевшего от страха Реакция вполне понятная Тот в своей жизни ни разу не видел европейца Ученый взял его за руку и повел в деревню Следом набежали папуасские воины Потрясая каменными топорами Миклуха Маклай не дрогнул Больше года прожил русский путешественник В хижине на берегу океана Николай Николаевич позднее так описывал Свою жизнь на острове Предполагая большие сокровища в моей хижине Папуасы стали угрожать убить меня Я не обращал на них внимания Не раз потешались они, пуская стрелы так Что последние очень близко пролетали Около моего лица и груди Я отправлялся всюду невооруженный Моя крайняя беспомощность была моим главным оружием Русский ученый занимался атропологическими исследованиями Результатом которых стало сенсационное открытие Люди всегда люди Божьи творения И разные расы находятся в родстве Миклуха Маклай не раз возвращался на полюбившийся ему остров Всегда на северо-восточную часть Где жили его туземные друзья Уважаемый Тихон, надеюсь, теперь вы догадались Почему это место назвали берегом Маклая А я перехожу к следующему вопросу Игорь Авдеев из Михайлова пишет Уважаемый профессор, я недавно прочитал Что в Америке есть национальный парк Долина Огня Интересно, почему его так назвали Наверное, там много вулканов Увы, Игорь, вынужден вас разочаровать Своим названием парк обязан отнюдь не вулканам О чему, я расскажу чуть позже Давайте-ка для начала определимся с его расположением Между 35-м и 42-м градусами северной широты И 114-м и 120-м градусами западной долготы Здесь находится штат Невада Одним из главных украшений, которого по праву считается Национальный парк Долина Огня А теперь надеваем шляпу и отправляемся изучать долину Вы посмотрите только, как здесь красиво Не пейзаж, а произведение искусства Голубое небо и бесконечные красные скалы Вон те скалы называются Пиано-рок и Семь сестер Для таких туристов, как мы, они служат прекрасным ориентиром Так как их видно из любой точки национального парка Так что, если отстанете от меня, держите путь на скалы А теперь оглядимся по сторонам Правда, здорово? Тишина, спокойствие и лабиринт каньонов и скал Настоящее королевство фантазии Игра света и теней на камнях поражает воображение Которому чудятся то лица, то странные фигуры неведомых существ И все это результат многовековой эрозии Что и говорить Над этим местом изрядно потрудились и вода, и ветры Скалы здесь достигают 200 метров в высоту Их ответственные стены уходят, кажется, в самую глубь земли Не правда ли совершенно инопланетный пейзаж? Это впечатление усиливают отсутствие людей И бесконечная песня ветра Кстати, долина огня – старейший парк штата Невада Итак, чему он обязан своим названием? А вы приглядитесь, мои любознательные друзья Красная земля, красные скалы и красные же тропинки, петляющие по ним Полное ощущение, что идешь по горящему огню Пройдемся и мы по одной из огненных тропинок Уф, тяжеловато карабкаться вверх Но наши труды не напрасны Наверху нас ждет удивительное зрелище Вот, пожалуйста Рисунки древних жителей долины По этим картинкам можно судить о жизни той далекой эпохи Все-таки здесь очень тепло Еще бы! Долина огня – одно из самых жарких мест Северной Америки Летом температура достигает 50-60 градусов по Цельсию Знаете что, ребятки? Предлагаю, пока мы окончательно не испеклись на солнце Переместиться в более прохладное место Например, домой Ну что ж, сегодня мы многое узнали Как образуются сталактиты и сталагмиты? Почему часть острова Новая Гвинея называется берегом Маклая? Побывали в Соединенных Штатах Америки В Национальном парке Долины огня Но сколько всего нас ждет впереди? Если вы хотите задать свои вопросы То присылайте их по адресу Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» Профессору Иноземцеву Или оставьте их на сайте телеканала www.radostmoya.ru Я обязательно отвечу в нашем эфире С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев До скорой встречи, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин